Всем привет! Сегодня мы поднимемся на одну из высочайших точек, расположенных в Новом Афоне. Это Иверская гора. И осмотрим развалины Анакопийской крепости. Анакопийская крепость в Новом Афоне Анакопийская крепость в Новом Афоне – это одна из древнейших и самых загадочных достопримечательностей Абхазии. Могущий даже по современным меркам бастион возвышается над городом на южном склоне Иверской горы. Высота ее около 400 метров над уровнем моря. Когда-то здесь была резиденция абхазских королей. Теперь же руины Цицедели включены в масштабный историко-архитектурный заповедник. У крепости есть два официальных названия – это Анакопия и Трахея. Второе имя дословно означает «каменистая земля». Путь к вершине усыпан валунами. Летопись сохранила две даты штурма крепости – 736 и 788 год, когда арабские полководцы пытались штурмовать цитадель. Оба похода провалились, а оборона Анакопии стала символом кавказского мужества. В 736-737 годах Мурван Ибн Мухаммед с 60-тысячным войском арабов осадил крепость, где у абхазского Эристала Леона, это дядя будущего абхазского царя Леона II, укрылись картлийские цари Мир и Арчил. Обороняли Анакопию, тысячи картлийских и две тысячи абхазских воинов. Во время штурма крепости среди арабского войска началась эпидемическая болезнь желудка, унесшая за несколько дней жизни 35 тысяч человек. 3000 арабов погибли во время штурма крепостных стен, но Анакопия так и не была взята. Запланированный Марваном поход в тыл Византии через Абхазию в обход Черного моря провалился. Марван Ибн Мухаммед – это полководец, последний 14-й арабский халиф из династии Амиядов, правивших в Дамаске. В память о победе один из внутренних залов перестроили в храм Пресвятой Богородицы, а греческие монахи-переселенцы основали здесь приход, объявив это место чудотворной христианской святыней. Ну а славный период истории закончился к 15 веку, когда генуэзские торговцы выкупили права на землю, взяв под контроль все Черноморское побережье Кавказа. Удержать бастиона не сумели, и через 200 лет его захватили турки, опустошив соседние земли и согнав абхазов на рабовладельческие рынки. Лишь в 19 веке с установлением здесь российского протектората и зарождением нового Афонского монастыря Анакопию начали восстанавливать. Сегодня крепость представляет собой архитектурный и археологический ансамбль из 13 внутренних объектов, включая руины стен и оборонительных линий, а также полностью реконструированную восточную башню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok